Привет! Это Александр Семенов, и мы сегодня снова поговорим о истории дизайна. Помните, на прошлой лекции я касался темы дадаизма? Я упоминал, что они являлись претечей постмодерна в 10-20-е годы. Что же в них было такого особенного и интересного? Чем же они покорили мир в раннем 20-м веке? В чем же они стали новаторами? И как они перевернули историю дизайна и архитектуры? Давайте посмотрим. Само течение дадаизм существовало довольно недолго, с 1916 по 1923 год. Но те свободы, которые они манифестировали, те возможности, новый взгляд на мир, лег в основу многих последующих течений и идей в искусстве. Интересно и само происхождение названия «да-да». Вот что о нем говорил Тристан Цара, один из основателей течения дадаизма в манифесте 18-го года. Зачитываю. На языке негритянского племени Кру слово «да-да» означает «хвост священной коровы». В некоторых областях Италии так называют «мать». Это может быть обозначением детской деревянной лошадки, кормилицы, удвоенным утверждением в русском и румынских языках. Это могло быть и воспроизведением бессвязного младенческого лепета. Во всяком случае, нечто совершенно бессмысленное, что отныне и стало самым удачным названием для всего течения. Вот как интересно. Нечто совершенно бессмысленное. Все, что угодно могло стать названием для этого течения. Помните, мы разбирали группу «Мемфис» и название этой группы? Я говорил, что, по сути, ее основатели сидели, кутили дома, слушали Боба Дилана, его песню, и оп, там есть слово «Мемфис». Почему бы нам не назвать так свою группировку? Почему бы и нет, да? А вот еще, что говорили дадаисты о себе. Тоже сейчас зачитаю. Дадаисты не представляют собой ничего, ничего, ничего. Несомненно, они не достигнут ничего, ничего, ничего. Что это такое, скажете вы? Какое-то детское повторение, да, когда дети хотят поягозить, они вот так говорят. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Подразните вас. Примерно то же самое делают дадаисты. Ну и можно здесь вспомнить про эту детскую лошадку, от которой могло произойти название «да-да». Забавно, сам подход, вот этот вот несерьезный, он нам крайне интересен. Сейчас объясню почему. Дело в том, что движение «да-да» было основано в период Первой мировой войны. Это 16-й год, Первая мировая идет с 14-го по 18-й. То есть вся Европа в огне, такой большой войны еще не видела наша планета. И многие художники, которые недовольны правительством, или пытаются избежать военных действий, или просто не хотят принимать участие в войне, не хотят с ней никак соприкасаться, они бегут в нейтральную Швейцарию. И вот именно в Швейцарии основывается движение «да-да» на фоне этой масштабной войны, которая возникла, как и многие воины, в результате поиска какой-то идейности, чтобы прийти к каким-то решающим действиям. Ну, в общем, войны часто связаны с неким идейным посылом. И вот дадаисты, они в своем манифесте говорят, да мы не хотим ничего искать, мы не хотим стремиться никакой идеи на нее класть в своей жизни, мы хотим просто жить, хотим жить без всяких теорий масштабных, без утопий, создавать то, что мы хотим создавать, любить, как мы хотим любить. В общем, жить мирно и себе в удовольствие. Несерьезность, да-да, вот эта вот внешняя несерьезность, она кажется чем-то очень плоским на первый взгляд. Но на самом деле это была ответка на Европу в огне. Давайте посмотрим уже их работы. Начнем мы с Ханса Арпа. Это представитель так называемого случайного тюрисского коллажа. Вот давайте проанализируем, что там такого случайного было в нем. Ханс Арп говорит, я могу просто взять, раскидать бумажки, как хочу по листу, да, или в случайном порядке, и это будет готовым произведением. Наклею их на лист, и все. Я сделал работу. Я сделал, да, условно говоря. Но можем ли мы назвать вот это произведение случайным? Случайность же она всегда относительна, судя по композиции, то, что вы видите. Но разве это просто кинутые бумажки? Да нет, конечно. Здесь выстроена и композиция, в общем-то, и цвета так разложены, да, мы видим распределение тонов черного, более светлых, листики выстраиваются в некоторые объемы. Ну, в этом, в общем, есть композиция. Да, они немножко поправляют бумажки на листе, поправляют композицию, но тогда подобная степень случайности, когда вы можете такие шо-то откорректировать, она еще была возможна. Впоследствии в постмодернизме, вспоминаем калифорнийскую новую волну в графическом дизайне, эта степень случайности набирает еще большую силу. Вот я всегда студентам говорю, я возьму сейчас ручку со стола и кину вас ее. Это будет случайно? Да, наверное, она упадет довольно рандомно, но я все-таки думаю, включая мозг, да, я не буду кидать в лицо эту ручку, я скорее ее кину на пол, ну и плюс ко всему, я же совершил определенное действие, я ее поднял со стола, я ее кинул, то есть здесь уже нет никакой случайности. Каждый наш шаг, каждое наше действие так или иначе не случайно, поэтому я и говорю, что случайность, она всегда относительно, ну давайте простим дадаистов, такую их довольно косвенную случайность. Вот Тео Ван Дуйсбург тоже делал интересные работы, это случайность, которая уже переносится в шрифты, в тексты, в плакаты, посмотрите, что он делает, какие замечательные работы. Дадаисты переворачивают наше представление о графическом. Их шрифты могут не читаться, посыл тоже может отсутствовать, абсолютно какой-либо месседж, нарратив, это может быть рандомный набор из элементов символических, и они абсолютно точно могут ничего не значить, а могут и значить. И в этом суть дадаизма. Он никогда ничего не манифестирует конкретно, он дает простор для разнообразия, для разных теорий. Он говорит, ты мне нравишься, и ты мне нравишься, и ты мне нравишься, вы все мне нравитесь, чуваки, и я готов вас слушать и воспринимать. Вот в этом большое достоинство дадаизма. Это ответка, опять же, на Первую мировую войну. Поэтому графический дизайн дадаистов может быть и непонятным, таким запутанным, каким-то сложным, с вывертами, а может быть и абсолютно нормативным. И это тоже допускается. Где-то этой нормативности больше присутствуют, мы ее видим, таким вот читабельным шрифтам, по понятной более-менее композиции, где-то ее меньше уже. То есть вариабельность, прежде всего, простор для творчества. Должны ли тексты дадаистов считываться? Ну, могут и не считываться, а могут и считываться. Они меняют представление о книге, как таковой. В традиционной книге есть вверх, вниз, и вы ее листаете. Вот как-то так. Да, можете листать в другую сторону. А дадаисты пытаются увидеть ее, как скульптуру. Кстати, то же самое делают футуристы. Они вертят, крутят ее, допускают возможность переворачивать в момент чтения, или книга вообще не читается, а некий вот объект, такой вот графический, манифестирующий новый язык в граф-дизайне. Это очень круто. Да, вот изменение вообще нашего представления, нормативов, понятия о вещи, это здорово. Вы скажете, книга потеряла функцию. Да, она ее потеряла, но они попытались привнести нечто новое, увидеть книгу иначе. И мы понимаем, что современные художники и многие дизайнеры в последующие поколения использовали их начинание в своей работе. Что есть кроме случайного коллажа и вот этих экспериментов с графикой? Есть, конечно же, политический коллаж, и он был характерен больше для Германии. Вот было такое берлинское направление политического дада коллажа. главным его идеологом был Георг Гросс. Что же он изображал? Ну, пьяниц, мы видим бутылки каких-то таких вот довольно крупных мужиков, видим женщину-секс-работницу, который, по всей видимости, Георг Гросс относился довольно негативно, видим какие-то газетные нарезки, буйство форм. То есть здесь в сравнении с швейцарским коллажом присутствует вот этот политический накал отношения автора к политической ситуации в стране. Это важно. Это добавление нарратива в коллаж, чего не было в Швейцарии. Или вот, пожалуйста, Мерц, картина так называемая, которая объединяет политическое, нарративное со случайным швейцарским. Здесь мы видим газетные вырезки, но они играют чисто декоративную роль. У них нет какого-либо серьезного месседжа. То есть газета просто как красивая вещь, которую мы можем наклеить рядом с цветной картинкой. Тоже довольно интересный подход. Ну или что угодно графическое, кроме газеты. Не обязательно газета. И последнее направление в коллаже, о котором я расскажу, это такое метафизическое, сюрреалистическое, пожалуй, представленное работами Макса Эрнста. Здесь может быть много смыслов, а они могут и вообще отсутствовать. Ну и самый, пожалуй, известный представитель дадаизма это, конечно же, Марсель Дюшан. Да-да, это он создал знаменитый фонтан. Давайте поговорим и о других его работах. В чем же прелесть их? Давайте посмотрим на эту картинку. Здесь представлено три его произведения. Давайте попробуем их проанализировать и сравнить. Начнем с крайнего правого. Это такой вот поставец, не знаю, табурет или что это, столик, на который водрузили колесо. То есть Дюшан, он производит некую трансформацию. Он один функциональный объект объединяет с другим функциональным объектом и в итоге ни один из них не сохраняет свою функцию. То есть они ее теряют. Вот модернист бы спросил, а зачем же он это делает? У нас было два функциональных проекта, и вы их убили, лишили пролетариат удобных изделий. Марсель Дюшан это делает для того, чтобы по-новому взглянуть на объект. То есть он говорит, что мы можем представить в виде скульптуры что угодно. Это может быть и табурет, и какой-нибудь барабан, и зубная щетка. Любая вещь может стать произведением искусства. Это очень важно. Но в данном произведении он еще не может прийти к любованию просто обычным предметом. Ему обязательно надо поменять его как-то. То есть видоизменить, соединить колесо с табуретом. Смотрим на второй объект, и это весьма диковинная сушилка для бутылок. Что в ней интересно, она у нас вызывает различные ассоциации. Она может быть похожа на корону, на что-то такое острое, то есть много ассоциаций вызывает эта сушилка для бутылок. То есть такой дерзкий острый объект, который мы превращаем в предмет искусства. Ну и главным достижением Дюшана стал конечно же фонтан. Он берет писсуар, стандартный писсуар произведения дизайна, массового дизайна, снимает его со стены, лишает его своей функции, переворачивает, что крайне важно, и подписывает. Ставит подпись, псевдоним и год создания произведения. Почему я говорю, что очень важен переворот этого писсуара? Потому что если бы он просто повесил на стену в том виде, как он навесел до этого, да, или просто бы пришел бы в туалет и подписал бы этот писсуар, сказал, вот это произведение искусства, то на тот момент времени, в конце десятых годов, все-таки это было бы слишком смело. Сейчас это уже спокойно могут сделать художники, какую-нибудь котлету в столовой назначить произведением искусства. В чем большое достижение Марселя Дюшана? Чего тут такого крутого? Ведь любой же может это сделать! Да, любой. В этом и прикол, что вы можете пойти и создать произведение искусства, вернее, увидеть произведение искусства в любом предмете. Вот это самое крутое. Марсель Дюшан нам говорит, почему я должен воспринять произведением искусства только какую-нибудь скульптуру диктатора, ну или поэта какого-нибудь крутого, ну или просто там скульптуру собачки. Почему над вещью надо проделать какую-то работу? Ведь же писсуар тоже прекрасен, им тоже можно любоваться. Почему мы не можем отмести вот эту его утилитарность, забыть про нее и увидеть чистую форму? Некоторые дадаисты, как Монрей, тоже изменяли объекты. Вот он берет стандартный утюг, приделывает к нему гвозди, и уже ни гвоздь не может выполнять свою функцию, ни утюг. Убил два функциональных предмета. Или вот мое любимое произведение берет чашечку, ложечку, тарелочку и оборачивает все это великолепие в шерсть. То есть были функциональные предметы, стали произведениями искусства, скульптурами. Вот, видите, дадаисты выворачивают смыслы. Помните хайтек, о котором я говорил, который выворачивает знания наизнанку, все коммуникации оказываются снаружи, вот, полюбуйтесь ими. А дадаисты изменяют смысл предметов, они пытаются увидеть их в новом ключе. Это самое крутое. Вот эти свободы, которые они породили, вот эти возможности, о которых они говорили, они стали таким шампурчиком для нанизывания дальнейших идей. Свобода высказывания это самое важное. Именно свобода сопровождала наше все, авангардистов, конструктивистов, на раннем этапе и именно отсутствие свободы их в будущем сломало. Идеи дадаизма, как я уже говорил ранее, продолжились в эпоху постмодернизма. И здесь будет уместно посмотреть несколько объектов, близких к дадаистическому представлению о мире. Вот, например, скамья-бревно студии Юргена Бэя совместно с Дрог Дизайн. 1999 год, уже закат эпохи постмодернизма, они создают вот это нечто. То есть, по сути, да, это бревнышко, на которое поставили спинки классических стульев. Такая вот игра с природным и элитарным, что ли, с элементами, которые, кажется, невозможно было соединить в одном изделии. Но интересен в этом объекте не только данный контраст, но и еще интерпретация его. По сути, бревно может быть настоящим, а может быть каким-нибудь мягким, имитирующим просто бревно, ну, такой рисунок нанести на валик мягенький. А еще этот предмет дизайна может жить в разных контекстах, то есть, он стирает границу искусства, дизайна, декоративно-прикладного искусства. Представим себе нечто подобное на природе, в каком-нибудь парке. Полено можно нарезать на кусочки, в каждой из них вставить отдельную спинку, кстати говоря, в любой стилистике. Но этот объект можно сделать массовым, то есть, его можно поставить, по сути, в любом парке. С другой стороны, полежка это выглядит и как произведение искусства, и оно совершенно спокойно может жить в какой-нибудь галерее, в каком-нибудь вайт-клубе. И оно же продается как объект дизайна. То есть, его можно купить совершенно спокойно, правда, это дороговато, но тем не менее, это и объект дизайна. Дизайна элитарного, дизайна массового, и это произведение искусства. Вот, полное стирание границ, то, чего добивались дадаисты. Ну и напоследок покажу вам губки. На лекции про постмодернизм я показывал вам диванчик в виде таких пышных губок ярких, которые сделали итальянцы постмодернисты. Они вдохновлялись диваном в виде губ, сделанным Сальвадором Дали в 30-е годы. Сальвадор Дали у нас сюрреалист. Конечно, натурализма здесь меньше, но давайте отдадим должное, что диван в виде губ, это уже такой классический объект дизайна, уже кто только не пытался сделать подобное. Удобно ли сидеть на таком диване? Ну, наверное, нет, потому что посередине мало пространства, там, где спинка высокая, но насколько же это элегантно можно сделать? И вообще здорово посидеть на губках, не так ли? На этом все. Закончим. Спасибо большое за просмотр, рад буду вашим лайком, репостом, ну и также можно поддержать мои видео, и я еще, кстати говоря, делаю лекции бесплатные, экскурсии устраиваю, о них вы можете узнать в моем телеграм-канале Русский Камомбер, или в нашем совместном телеграм-канале Клизма романтизма об архитектуре Копрома. Как меня поддержать, узнавайте в описании к ролику. Все, все туда. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok